привет олег и привет остальные то любители моей музыки моего творчества вот тут написано идея сделай обзор свой гитар это уже давно был вопрос этот задан я на него не отвечала и сейчас решила ответить так сколько у меня гитар у меня гитар очень мало хотя странно да так много музыки так много концертов а гитар мало хочу сказать моя первая гитара которую и вообще у меня музыка я никогда не думала что буду заниматься музыкой это все произошло спонтанно по по судьбе или по иронии судьбы я даже не знаю как сказать я училась на музыканта когда была девочкой на на пианино играла на ходила музыкальную школу в известную музыкальную школу в городе калининграде для особо одаренных детей goffman музыкальная школа я очень хотела заниматься музыкой меня отправили в музыкальную школу там я играла 4 года и и так и не закончила бросила эту музыкальную школу потому что я как-то пианино не очень сильно любила ну и потом я прекратила музыкой заниматься и очень слушала музыки вот на кассетах когда были кассеты, потом появились диски, потом, ну вот, вот так все это продолжалось. Потом, когда приехала в Берлин, не, потом я, когда приехала вообще в Германию, у меня моя подруга, она играла на гитаре, и вот у меня в 2010-м... Не, вообще нужно начать с того, что у меня папа гитарист. Он играл в группе, и его папа тоже музыкант, и моя бабушка, оперная певица, вот так оно все, конечно, у меня заложено в генетике. К музыке, любовь к музыке. У меня мама тоже музыкой занималась, папа, и бабушка, и дедушка, короче, все музыкой занимались. И любовь, то есть с детства я в этом выросла, на этом выросла. У меня папа на гитаре играл, я девочкой маленькой слушала, как он играл на гитаре и пел. Это было очень... С мамой вместе. Так вот, а моя первая гитара у меня появилась... В 2000-м году я приехала в Германию, и у меня вот подруга, моя хорошая подруга, моя, можно сказать, одна из лучших подруг, она играла на гитаре, и вот я начала первые вот... Первые, конечно, мне песни там папа показал, в траве сидел кузнечик. Я играла, в три года мне было. А потом я пошла на пианино. Так вот, и... В 2004-м году я у соседки своей взяла гитару. Играла, играла на этой гитаре. Брала у нее, можно сказать, вот так, одалживала, она напротив жила. И вот у меня любовь к гитаре появилась вот как раз вот в 2004-м году. Очень сильная, я уже не могла. Я только об этом и думала. Я не могла ничем другим заниматься. И потом она, эта соседка, сказала, все, хватит у меня эту гитару брать, потому что я каждый день к ней ходила. Дай мне поиграть, дай мне поиграть. Потом у нас это... Даже мы поссорились из-за этого. Потому что она, я сама хочу играть. Ладно, короче, это был 2004-й год. И я в 2004-м году, спустя некоторое время, купила себе гитару за 10 евро. Такая гитара с нейлоновыми струнами. Она у меня лежит в другом месте. Я на ней так больше не играю. Она у меня лежит как память. Вот за 10 евро я ее купила. Я даже не знаю, как она называется. У нее даже названия нет. Но мне так хотелось играть. И вот я сидела, играла сама себе. Ни по каким книжкам не училась. Никакие там уроки гитары не посещала. Просто вот сижу. Я, как называется, самоучка. Я сама себя научила на гитаре играть. И вот сижу, сама играю. Вот как мне... Никогда не углублялась. Не знала, как я играю. И вот в 2004-м году рождаются первые песни вот с этой маленькой гитарой. У меня даже нету видео. Даже я не могу показать вам. Не, видео есть, но они у меня в Ютьюбе пока. Они не поставлены. Это нужно мне будет как-нибудь загрузить видео вот с этой гитарой. С черной такая гитарой у меня была. То есть она у меня есть. Потом. Вот я сижу с гитарой, с другой. Это у меня гитара. Я ее купила в 2008-м году. Она очень дорогая была, эта гитара. Я... Ну, как дорогая? Я не помню. 400 евро. Это для... В 2008-м году это очень была дорогая гитара. Вот тут у меня... Она называется Nash. Я ее купила не по марке, не... Я ее купила чисто по виду. По виду и звучанию. Мне понравилась форма этой гитары. Мне понравилось, что она синего цвета, сине-черного. Я когда ее увидела, я зашла в магазин. И сразу вот... Все гитары. Там много-много гитар было. Я ее увидела и все. У меня любовь была с первого взгляда. Потом думаю, хоть бы ты звучала классно. Хоть бы ты звучала классно, да? И я как раз ее взяла. У нее очень низкий-низкий такой звук. И все. Я сказала, это гитара. Хотя мне там продавец показывал другие гитары. Я говорю, нет, вот она. Она говорит, это не марка, это не то, ничего. Я говорю, нет, мне все равно марка не марка. Мне нравится форма. Мне нравится звучание. Все, я эту беру, гитару. Он говорит, это единственная гитара у него. Я вот ее взяла. И вот в основном у меня все песни... Или много песен написано вот этой гитарой. Это вот эта гитара Нэш. Она у меня... Вон, очень многое прошла. Я раньше, когда много алкоголя употребляла. Видите, у меня лакировка вся разбита. Я когда пальцы разбивала, вот как Владимир Высоцкий, знаете, он когда пел, или у него кровь там брызгала изо рта. Вот у меня кровь изо рта не брызгала. Ну, были тоже моменты, когда-то в 2008 году тоже брызгала. Но у меня брызгала кровь все время из пальцев. Я до такой степени была в катарзисе, что я играла, и у меня все было вот так... Ну, и потом, когда я разбивала в кровь свою руку, ну, пьяная, еще пьяная, еще под другими вещами, то я доставала потом с этого, отсюда вот вырвала с корнем, видите, с корнем вырывала. Потом мне вот делали тут этот, и шнуром вот этим вот кабелем по гитаре долбила. И вот я ее так долбила, что у меня все вот тут лакировка вся вот раздолбана. Ну, я эту гитару очень люблю. Она у меня часто была в ремонте. У меня тут вот поставлена кость специальная. Это не пластик, это кость мамонта. Тут, впереди, сзади. Все сделано как надо. Тут звучание у нее крышесносное. И даже у меня хотели ее одолжить на записи альбомов, потому что у нее суперзвучание, вот студийное. Звучание на 2000-3000 евро. Хотя она стоит не так дорого. Ну, потому что ее сделали как надо, подогнали. Потом я купила в 2018 году. И вот я на этой гитаре все-все играла, играла. Потом я в 2014 году, у меня был громадный заказ на стекло. И, ну, крупная сумма денег. И я купила себе сразу электрогитару. Вот эту Les Paul Epiphone за 400 евро. Не, за 300 евро. Она стоила 400, я за 300 ее получила. И вот эта гитара черная-белая, которую вы видите. Обожаю эту гитару, очень люблю. Тоже у меня любовь была с первого взгляда. Я пришла в магазин, не знала, что мне надо. Тоже вот так ходила. И потом мне этот музыкант, не музыкант, а продавец посоветовал. Я сказала, вы знаете, я играю такую музыку необычную. Мне вот надо то и то. Ну, то есть я писала. И он говорит, давайте я вам. И вот он мне Epiphone Les Paul посоветовал. Он говорит, она недорогая и очень суперская. И вот я тоже, у меня такая же любовь была. Я ее увидела в форму, красота. Потом он меня, я пошла вот в эту студийную комнату. Он мне усилитель подключил. Я один раз ударила, второй раз. Все, у меня сердце вот так вот забилось. Конкретно я вот так вот. То есть все, я говорю, беру. Он говорит, беру. Я говорю, да, все, 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 давайте. То есть и я вот так вот тоже купила эту гитару. Потом другая гитара у меня есть. Так, это три гитары у меня. Три. Одна за 10 евро, другая вот эта. Потом у меня электрогитара. Сейчас у меня время закончится. Сейчас по-быстрому. А четвертая гитара у меня Fender. Fender акустическая. Я очень много концертов смотрела других акустических музыкантов. И все время смотрела так, какие у них гитары. И больше всего мне нравится акустическая гитара Fender по звуку. Но у меня не было денег купить, чтобы такую дорогую. Вот как у них там по 3 тысячи, по 5 тысячи или там. И я нашла в интернете, вот я даже не знаю, как она называется. Вот она у меня на многих гитарах. Черная гитара Fender. Я по YouTube послушала, как она звучит. И через интернет ее заказала. Я знала, вот эта гитара мне нужна. Мне нравится, как она звучит. Потом я слушала экспертов, что они рассказывают, что она очень удобная для игры и все. И вот я ее тоже купила Fender. И не жалею. Очень-очень рада. А так, у меня больше сейчас гитар нет. И вы знаете, у меня нету даже какой-то потребности купить новую гитару. Я пока довольна. Я, наверное, буду... Когда будут деньги, если мои фанаты меня будут спонсировать, если у меня продажа картин будет, как горячие пирожки, то я на заказ буду делать гитару. На заказ. Чтобы мне... А на заказ гитара стоит от 3 тысяч евро, начиная и пошло дальше. На заказ вот как мне нужно. Я хочу вот, чтобы у меня вот эта верхняя струна звучала как бас, а там остальное ниже. То есть такая комбинация между бас-гитарой и гитарой. Потому что, вы знаете, я играю все сама, все партии. Ритм-гитара, соло-гитара и бас-гитара. Все. Это был обзор моих гитар. У меня только 4 гитары, больше нету. Я знаю, что у многих музыкантов много гитар, но пока у меня нету потребности. Все, я довольна. Ну-у-у-у-у-у.